Московские предприятия стали чаще принимать на работу подростков. Сотрудникам в возрасте от 14 до 18 лет предлагают вполне себе такую солидную заплату. Не ровен час, как ты придешь сюда, а здесь сидит какой-нибудь восьмиклассник. Может быть, кстати. Ну, посмотрим. Ну, почему растет спрос на несовершеннолетних работников, какие задачи им запрещено поручать, все выяснила Пашков. Я пойду вместо Романа Карлова работать. Егору 14. Он учится в девятом классе, готовится к поступлению в колледж. А в свободное от занятий время подрабатывает курьером. Сначала устроился в ресторан, развозил роллы, теперь занимается доставкой одежды. И в месяц получает 10-15 тысяч рублей. Я очень долго искал работу, везде смотрел. В таком возрасте малые работодатели берут подростков на работу. Потому что, ну, люди, так скажем, еще малы для работы. У него опыта, по факту, какого нет. А это Матвей. Свои 15 лет он успел поработать промоутером, официантом, сотрудником пункта выдачи заказов. А сейчас он экскурсовод и официант в эко-деревне. Матвей уверен, что все его подработки помогут в дальнейшем при трудоустройстве. Да и в жизни в целом. Ты же находишь с каждым человеком общий язык, чтобы ему все понравилось, устроило качество обслуживания, это как бы коммуникация. Коммуникация в будущем, я думаю, обязательно пригодится. Доход я имею от где-то 20 тысяч до 40 тысяч. Ну, без учета чаевых, потому что чаевые достаточно сложно посчитать. По российскому законодательству подростки могут трудоустраиваться с 14 лет. Для этого работодатель должен получить разрешение одного из родителей. И современные молодежь готовы выходить на рынок труда как можно раньше, говорят эксперты. За год количество резюме несовершеннолетних соискателей в Москве выросло на 14%. И работодатели этому только рады. Можно тут отметить несколько проблем, которые пытаются решить работодатели через привлечение подростков. Ну, во-первых, очень активно развивается сфера услуг. Это туристический бизнес, это общественное медпитание, и это сфера доставки. Потом это попытка сэкономить на заработной плате со стороны работодателей. В первом полугодии российские компании отправили подросткам более трех миллионов приглашений. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Средняя зарплата, на которую могут рассчитывать юные сотрудники, порядка 50 тысяч рублей. В первую очередь набирают школьников на позиции в сфере ритейла. Это продавцы, кассиры выходного дня, курьеры, сборщики заказов, менеджеры по продажам, официанты, промоутеры. Отдельного внимания заслуживают программы, где предлагают на этапе прохождения так называемой практики зарплату в 100 тысяч рублей. Такие тоже существуют. Они скорее имиджевые, но все равно это некий элемент профориентации. Есть среди подростков и тех, кто с юных лет прокладывает себе дорогу в предпринимательстве. Арсений учится в 11 классе и уже возглавляет целую команду из сверстников. Вместе они закупают за рубежом одежду и продают ее на маркетплейсах. В зависимости от сезона зарабатывают по 50-70 тысяч рублей в месяц. В принципе, я заходил во все это дело просто с целью понять, как работают площадки, как общаться с людьми, как товары заказывать, как его реализовать. Кто сейчас построит фундамент, который мне в будущем уже поможет сделать что-то серьезное. Эксперты уверяют, такая активность со стороны молодых людей выгодна всем. Имея опыт, подростки могут быстрее двигаться по карьерной лестнице, а работодатели закрывать позиции, которые не требуют от сотрудников большого опыта. Иван Пашков, Москва, 24. Иван Пашков, Москва, 24.